Здравствуйте, дорогие друзья! Рады приветствовать вас на очередной встрече нашего и программы КФУ Live. Продолжаем общаться с представителями институтов и факультетов Казанского федерального университета в рамках приемной кампании 2022 года. И сегодня у нас в гостях представители юридического факультета. С вашего позволения я их и представлю. Заместитель декана по международной деятельности Рустам Шамильевич Давид Гильдеев. Рустам Шамильевич, добрый день! Здравствуйте! Руководитель направления магистратуры юридического факультета Алсу Махмутовна Хруматулина. Алсу Махмутовна! Добрый день! И ответственный за приемную кампанию на юридическом факультете Юлия Николаевна Авдонина. Добрый день! Добрый день! Разговор у нас сегодня в нашей программе пойдет больше про магистратуру. И так как мы параллельно еще вещаем в социальную сеть ВКонтакте, хочу туда напомнить то, что по ходу нашего эфира можете задавать свои вопросы. Так, я уже сказал, что по магистратуре у нас сегодня пойдет диалог. Заготовленные вопросы у нас уже есть до эфира, нам их отправляли. И с вашего позволения я их задам и по возможности буду объединять в небольшие группы, если эти вопросы будут дублироваться. Первый вопрос звучит так. Сколько бюджетных мест предусмотрено в этом году на магистратуре? И сюда же предлагаю добавить, и на каких направлениях есть бюджет? Рада приветствовать всех участников прямого эфира. И перед вами непосредственно информация по плану приема на 2022 год. По очной форме обучения заявлено 64 бюджетных места, по контракту 60 мест. На заочном отделении заявлено 55 бюджетных мест, по контрактной форме 65 мест. В этом году у нас предусмотрены 14 магистрских программ. Перед вами непосредственно слайд, включающий информацию, какие программы заявлены на очном отделении, какие на заочном. Обратите внимание, красным выделены те программы, которые заявлены в этом году впервые. В частности, программа по криминалистическому обеспечению правоохранительной судебной деятельности, программа последственной прокурорской и правозащитной деятельности по уголовным делам, программа по социальной юриспруденции, здесь не совсем видно, но тем не менее я их озвучу. Программа по социальной юриспруденции и переименованная программа «Юрист в сфере международного бизнеса». Ранее программа называлась «Европейский международный бизнес-право», и с этого года программа именуется немного иначе «Юрист в сфере международного бизнеса». Программа реализуется на английском языке, в отличие от всех остальных. И впервые в этом году также заявлена программа в сетевом формате, это социальная юриспруденция. Реализовываться программа будет не только нашим Казанским федеральным университетом, но и также РАНХИКС, Псковский государственный университет здесь также принимает участие, и Пермский национальный исследовательский университет. Спасибо за вопрос. Продолжаем дальше по поводу бюджета. Какой средний балл? Я думаю, здесь нужно озвучить минимальный балл, это 40. Но средний балл, наверное, будет учитываться в зависимости от среднего значения тех баллов, которые наберут сами абитуриенты. Судя по прошлому году, можно сказать, что было в районе 72-86-90 баллов для обучения на бюджетном отделении. Да, наверное, если можно немножко дополнить, следует отметить, что для поступления на все профили магистратуры проводится один экзамен, такой многофункциональный экзамен. В соответствующем билете будет размещено порядка 10 вопросов. Из них нужно будет выбрать два вопроса, которые касаются, собственно, той тематики, по которой абитуриент хочет поступать. И вот, соответственно, исходя из оценки этих ответов на вопросы, будет уже формироваться итоговый балл, который будет в едином рейтинге по шкале определяться уже по соответствующим результатам, кто проходит на бюджетные места, кто проходит на контракт. Вопрос такой, как проходит процесс поступления в магистратуру? Здесь имеется в виду, вот прям от и до, вот, когда закончил бакалавр, что дальше делать, куда идти, когда, где, что сдавать? Для того, чтобы подать заявление в магистратуру, да, юридического факультета, вам необходимо будет прийти в приемную комиссию. Прием заявлений начинается с 20 июня, заканчивается он 25 июля. Вот, соответственно, после того, как вы получите диплом о высшем образовании бакалавриата, вы приходите уже в приемную комиссию и, соответственно, подаете заявление и соответствующие документы. Надо отметить, наверное, еще особенности поступления для иностранных студентов. По поводу иностранных студентов, абитуриентов, точнее, они могут подавать, в принципе, уже и сейчас заявление в своей дистанционном формате, да, через сайт Буду Студентом, у кого есть в наличии уже диплом о высшем образовании. Также они могут сдавать экзамены как очно, так и дистанционно через систему проктринга. Расписание и даты, когда можно подавать заявление, есть на сайте приемной комиссии вкладка информации для иностранных абитуриентов. Также хотелось добавить, что буквально сегодня вышла информация по срокам вступительных испытаний. Для иностранцев сроки чуть ранее начинаются, 17 июня 2022 года, резервный день 21 июня 2022 года. Основной конкурс для всех граждан, в том числе и для иностранцев, это 1 августа 2022 года и резервный день 8 августа 2022 года. Также предусмотрены дополнительные конкурсы для очного отделения 22 августа 2022 года и дополнительные конкурсы для заочного отделения 29 августа 2022 года. Уважаемые абитуриенты, эти сроки будут размещены на официальном сайте приемной комиссии. И еще, вот Талсу Махмутна сказала про резервные дни. Резервными днями могут воспользоваться только те абитуриенты, которые не могли в основной день по уважительной причине присутствовать на экзамене. То есть, либо это была какая-то болезнь, да, либо это командировка. Ну, соответственно, нужно будет писать заявление на резервный день и прикладывать копии... Оправдательных документов. Да, оправдательных документов, что по уважительной причине не могли присутствовать. Уважительной причиной не является сдача одновременно в каком-то другом вузе экзамена и у нас, да. То есть, если они совпадают по времени и по дате. То есть, это неуважительная причина. Да, и нужно, наверное, еще отметить, что для иностранных абитуриентов возможность сдачи экзамена существует шире, чем у российских абитуриентов. Но то, что касается бюджетных мест, по сути дела, это те же самые даты. То есть, это 1 августа и 8 августа. Да, потому что все остальные даты, они, по сути дела, предназначены для поступления по контракту. То есть, конкурс единый, поэтому все бюджетные места будут распределяться в рамках установленных дат. Очень часто также спрашивают по формату проведения самого уступительного испытания. Здесь, наверное, стоит отметить, что еще раз акцентировать внимание на то, что экзамен будет в письменном формате сдаваться. Предусмотрена и очная, и дистанционная сдача экзамена. Язык написания самого экзамена русский. Но у нас есть программа англоязычная в юрисфере международного бизнеса. И поэтому для поступающих на данную программу предусмотрена также возможность дачи экзамена и на английском языке. Вопросы будут содержаться непосредственно в билетах. В билете будет 10 вопросов, из которых достаточно выбрать 2 вопроса и их раскрыть. На саму процедуру написания экзамена дается 120 минут. То есть это 2 часа, время начала экзамена 10 часов, время окончания 12. То есть с 10 до 12 будут проходить вступительные испытания в магистратуру. Говоря о вступительных испытаниях, есть еще один вопрос. Так как пандемия нам принесла много нового и интересного, то что мы научились работать в дистанции, по поводу поступления в магистратуру есть ли такая возможность у абитуриентов, например, у тех же самых иностранцев на дистанционном сдать? Да, безусловно. И у российских студентов, которые далекие регионы. Да, безусловно, сдача экзамена дистанционная предусмотрена. Собственно, Алсу Мафмутовна об этом тоже сказала, что есть возможность ручно приехать и пройти соответствующую процедуру сдачи экзамена. Есть также возможность пройти через процедуру проктринга, то есть через подтверждение и идентификацию личности. Соответственно, на удаленном формате можно тоже сдать экзамен. И работа в письменном виде делается, потом присылается нам уже ее скан. Также проверяется в той же самой последовательности, по сути дела в то же самое время, но если речь идет о датах 1 августа и 8 августа. Если это более ранние или более поздние даты, то комиссия собирается специально для этого, для того, чтобы проверить все работы, которые направлены через дистанционный формат. Ну и следует отметить, наверное, еще один нюанс, то, что при сдаче экзамена абитуриент выбирает два вопроса, но, соответственно, выбор профилей он может сделать и шире. То есть он может указать некие приоритеты. И, соответственно, мы представляем возможность такую анкету заполнить и указать последовательные приоритеты при выборе профилей, на которые абитуриент хотел бы поступить. То есть первый приоритет он выбирает, условно говоря, первый вопрос, второй приоритет — второй вопрос, а дальше уже, соответственно, может указать и другие профили, которые потенциально могут быть интересны ему. И если вдруг при подведении итогов, уже непосредственно после выставления баллов, оказывается, что какие-то профили не закрываются, то есть они не наполняются количеством абитуриентов, соответственно, если не открывается профиль, то тем, кто прошел потенциально на такой профиль, может быть предложено следующее по приоритету место в другом профиле, в другой магистрской программе. Хорошо. Ну, насколько я знаю, на магистратуру же могут поступать и студенты с других направлений? Могут. Вот на юрфак — это что вот именно готовить нужно? Вот, к примеру, я учился на журналистов, вот захотелось на юрфак пойти. Какой именно предмет, на что делать упор, чтобы пройти ваше вступительное испытание? Вам нужно будет подготовить вопросы, которые у нас обозначены в самой программе вступительных испытаний. Вопросы сформулированы по отраслям, то есть это необходимо, вам нужно будет приобрести знания и в рамках отрасли уголовного права, конституционного, гражданского права, финансового и так далее. То есть расширить непосредственно свои теоретические знания в области различных отраслей науки. Ну, надо отметить, да, что у нас достаточно большой широкий круг магистрских программ, которые предлагаются. То есть 14 магистрских программ, по сути, в рамках такого укрупненного направления подготовки, юриспруденция. И, допустим, если вы как журналист, да, с образованием журналиста, хотите пойти в магистратуру по юриспруденции, то вы можете и должны выбрать базовые, ну, скажем так, интересы ваши, да, в рамках вот тех магистрских программ, которые есть. Например, юрист в сфере цифровой экономики, да, правовая программа магистрская, которая, ну, скажем, ориентирована на аспекты цифровизации, но в том числе достаточно неплохо дает навыки и знания в области экономической сферы и в области, соответственно, в том числе интеллектуальной собственности. Да, ну, для журналистов, как правило, вопросы права интеллектуальной собственности бывают достаточно интересны и актуальны. В этом случае вы в рамках программы, да, которая представлена для подготовки к экзамену, да, выбираете те вопросы, которые касаются, собственно, этого профиля, да, то есть право интеллектуальной собственности, аспекты, наверное, гражданского права, да, вот они по соответствующей тематике распределены, и готовите их. Плюс вы должны выбрать еще какое-то направление, потому что второй вопрос будет из другой области, и вы можете взять, допустим, международное право, или там вопросы, связанные с теорией права, или там с одной из отраслей, там, уголовное, там, протессуальное и так далее, да, вот. Тем самым вы не должны полностью идти по всей программе для подготовки к магистрскому экзамену, но вы должны ориентироваться как минимум вот на два направления, которые вы можете выбрать затем в билете. То есть, получается, мы ищем те направления, которые больше подходят к нашей первой профессии. Это, ну, экономисты ищут свое. Совершенно верно. Там ученые свое, угрыз свое, велики свое. Ну, по возможности, да, потому что если это биолог, то вряд ли он сможет найти явно вопросы, подходящие для его направления, но он должен выбрать магистратуру, да, то есть, какой профиль ему интересен. Вот первый, второй, как минимум. Да, и, соответственно, из этого уже исходя готовится вот по программе. Хорошо, продолжаем по вопросам. Следующий. Предоставляются ли какие-либо льготы при поступлении в магистратуру? Льготы были предоставлены участникам Олимпиады магистрюм, но на сегодняшний день у нас Олимпиада уже завершена, поэтому на данный момент льготы предоставляются только в соответствии с законодательством Российской Федерации. Иных льгот, к сожалению, на сегодняшний день для поступления в магистратуру нет. Хорошо, у нас остался, по сути, один вопрос, на который не ответили, и он, на самом деле, по сути, ключевой, потому что получил образование. А что дальше? Вот интересуется, какие преимущества дает степень магистра при дальнейшем трудоустройстве? Ну, со степенью магистра вы можете продолжать свою профессиональную деятельность в юридической сфере, на многих должностях государственных органов, органов местного самоуправления, судейской структуре, правоохранительных органах необходимо для поступления на государственную муниципальную службу, к примеру, степень магистра. Поэтому многие профессии, которые непосредственно вытекают из специальности юриспруденции, они требуют на сегодняшний день второго уровня высшего образования, магистратуры. Поэтому со степенью магистра вы, в принципе, расширяете свою возможность для трудоустройства в любых отраслях юриспруденции. Да, и нужно отметить, что есть несколько преимуществ таких для того, чтобы заканчивать магистратуру. Было отмечено одно из них, что, соответственно, это условия для занятия определенных должностей в системе государственной службы, публичных организаций, структур, вернее даже, в том числе правоохранительных органов. Для ряда соответствующих видов деятельности бакалавриата просто недостаточно. Другой момент, что на сегодняшний день сложилась ситуация, когда второе высшее образование, которое ранее было достаточно популярным, на сегодняшний день практически в бакалавриате не присутствует. Оно есть в определенной части в специалитете, подготовки, но другая возможность, которую можно реализовать, это, если человек хочет получить второе образование высшего уровня, то это может быть как раз та самая магистратура, потому что по сроку подготовки она практически совпадает. То есть, если это заочная форма, то это два с половиной года. Если это очная форма, то это два года. И вот такой вариант тоже можно рассматривать как вариант подготовки. Соответственно, после этого можно трудоустраиваться в любой сфере, которая связана с юридической деятельностью, будь то коммерческая структура, либо органы государственной власти управления. И, соответственно, иметь больше шансов для карьерного роста. Ну и, соответственно, в том числе и для финансового. Ну или продолжать проводить свои научные исследования только в рамках уже, к примеру, аспирантуры. Ну да. То есть для бакалавриата это является обязательным Сепень магистра также позволяет поступать в аспирантуру и защищать кандидатскую, ну а дальше и докторскую. Хорошо. Вопросы у нас подошли к концу. Есть ли что добавить относительно поступления в магистратуре? Может быть, какие-то пожелания, предложения для абитуриентов? Как можно с вами связаться? Как можно с вами совместно подготовиться? В общем... Да, мы давайте назовем свои координаты. Мы находимся по улице Кремлевская, 18. Это главное здание КФУ. 151 кабинет. Это доконат магистратуры. Телефоны также представлены на слайде. Сайт магистратуры мы также есть в ВКонтакте. Наша страничка также представлена. Ну и ближайший день открытых дверей будет в очном формате 14 мая 2022 года в первой физической аудитории в главном здании Кремлевска, 18. Поэтому, уважаемые абитуриенты, если вы хотите непосредственно познакомиться с руководителями магистрских программ, более подробно узнать о содержании магистрских программ, то ждем вас 14 мая в 2 часа. Спасибо за внимание. Есть что добавить еще? Ну, конечно, есть. Если мы говорим о магистратуре, то это очень интересная форма обучения. Понятно, что она вторая для бакалавриата. Как правило, коллеги, которые заканчивают 4 года обучения, хотят быстрее пойти на работу. Но для того, чтобы получить дополнительные навыки, компетенции и быть востребованным на рынке труда, магистратура может быть хорошим этапом, который стоит пройти. И, помимо всего прочего, магистратура дает много возможностей, в том числе и для саморазвития, и для приобретения дополнительных навыков, например, в рамках международного сотрудничества. Потому что, когда абитуриент поступает в магистратуру, он может подать документы сразу на стажировку в зарубежном государстве, и у нас есть достаточно много контактов. Казанский федеральный университет имеет широкие международные связи в разных направлениях. Это и направление Латинской Америки, это и направление Азии. Это, в принципе, и направление Европы. Оно, может быть, несмотря на некоторые особенности текущего момента, все равно сохраняется. И есть соответствующий формат, что это время может быть потрачено не зря, а наоборот, можно приобрести дополнительно интересные контакты и даже места, куда человека могут взять на работу. Потому что магистратура специализирует человека, того, кто получил базовое образование. И вот эти профили многочисленные, они, собственно говоря, являются этим каналом специализации. Допустим, у нас есть очень интересная программа «Международная защита прав человека». Она реализуется совместно с управлением Верховного комиссара ООН. И в рамках этой магистратуры можно и узнать практически в непосредственной близости, как работают организации системы ООН. Можно постажироваться в наших отечественных организациях государственных, Турчаев, Министерств иностранных дел, или соответствующие представительства международных организаций, которые находятся, как правило, в Москве. И в том числе поехать на зарубежные стажировки. Это тоже дает возможность именно такого рода программы. С другой стороны, есть программы, любая из тех, которые мы предлагаем, которые тоже могут быть связаны с международным мобильным форматом движения, и можно поучаствовать в международных конкурсах. В какой-то степени можно не только получить дополнительные навыки, но еще и, скажем так, хорошо привести время. Потому что все-таки студенческая жизнь, она тоже продлевается через форматы развлекательных мероприятий, через концерты, конкурсы, фестивали. Это тоже, наверное, один из элементов, который никуда не девается, в том числе и в рамках магистратуры. Но, естественно, что практическая потребность в магистратуре дает специализацию, которая позволяет себя выше ценить на последующем рынке труда. Спасибо. Юлия Николаевна, есть что добавить? Ну, я только хочу еще раз сказать, что по срокам, точнее, что 20 июня начинается прием. Если у вас уже будет к тому времени диплом о высшем образовании, то мы вас с удовольствием примем. И будем ждать вас у нас на юридическом факультете. И позднее тоже примем, да? И позднее тоже примем, не позднее, 25 июля только. Хорошо. Что ж, я благодарю вас, что вы нашли время к нам прийти и подробно рассказали о магистратуре на юридическом факультете. У нас в гостях были представители юридического факультета. На сегодня все. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова